Знаковое событие для Почепского района произошло 8 марта. В селе Дмитрово открылся новый детский сад с ясельной группой. Для мам и малышей это большой подарок. В районе 18 садов, которые посещает полторы тысячи дошколят. У нас в планах на 2020 год продолжать развитие сети дошкольных учреждений. У нас запланирована пристройка в Почепе к детскому саду «Малыш» на 55 мест. Поэтому эту программу по увеличению количества дошкольных мест, в том числе и ясельных мест, будем с вашей помощью и поддержкой продолжать. По итогам 2018-го больше 12 миллионов рублей инвестиций в образование. Уже год в Почепе функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс. У местного населения популярен открыты десятки секций. Выполняются наказы жителей в части ремонта дорог. Полным ходом ведется разработка проектной документации для строительства современных очистных сооружений. Наша задача в 2015 году, после аукционного, построить этот объект и ввести его в эксплуатацию. Этот объект в городе ждет уже несколько лет, потому что на сегодняшний день фактически очистные сооружения в городе отсутствуют. Реализуется крупный инвест-проект. Строительство в Почепе филиала Московского эндокринного завода. Пристальное внимание губернатора к медицине. В Почепском районе 39 фельдшерско-акушерских пунктов. В центральной районной больнице есть вакансии. У нас сегодня есть запрос на вакансии ряда специалистов. Неонолога, например, рентгенолога, который сегодня тоже необходим в больнице. Мы сегодня прорабатываем возможность по программе, которая есть, строительство жилья для медиков. В том числе у нас есть еще несколько квартир, которые сегодня тоже готовы представить медикам. Подготовлена площадка под новый 12-квартирный дом. Этот проект Александр Богомаз раскритиковал и назвал экономически невыгодным. Если подойти с умом, количество квартир можно увеличить в 2,5 раза. На 40% увеличиваются плиты, кирпич. На 40% крови. То есть затраты все на 40%, а квартир в 2 раза больше. Понимаете, надо же всегда подумать, а как они потом 12-квартирный дом... Значит, если будут строить 12-квартирный дом, значит, им нужно построить, удешевить его так, что потом будет некачественное жилье. Смысла нет устроить 12-квартирный дом. Сфера ЖКХ. В Почепском районе в прошлом году был создан местный водоканал. Работает и городское предприятие водоснабжения. Эффективной их деятельность назвать пока нельзя. Проанализировать финансовое состояние, причины убытков и кадровый вопрос районным властям поручил Александр Богомаз. Объединение предприятий, по примеру, Красной горы – один из вариантов оптимизации. Два директора, два инженера, две бухгалтера. Сколько дармоедов? Дармоедов. Пустых. Посмотрите, сколько здесь управленцев, сколько там управленцев. Сколько содержания их идет. Ну, понятно, что у вас будет постоянный убыток. А зачем? Для чего две? Александр Ильич, это реальная перспектива, поэтому... Ну, вы посмотрите, где лучший директор. Или там, или там. У населения района большой культурный запрос. Сеть домов культуры «Зветвленная» по нашему району – это 30 учреждений, которые сегодня обслуживают практически все наши населённые пункты. Планов у нас на 2019 год произвести ремонт у нас под данной заявкой одобрено. Это доманический дом культуры. У нас там есть прекрасный корректив хороший, который у нас ездит и в директории района, и другие мероприятия областные посещают. Также мы направляли вам письмо, и спасибо, что поддержали. Нам дополнительные субвенции будут выделяться на Бахландский дом культуры. Второй по территории среди районов Брянской области Почепский пока не справляется с вводом пустующих земель в сельхозоборот. Александр Богомаз подчеркивает, здесь медлить нельзя. Есть агрохолдинги и хозяйства, готовые работать на этих участках. Но нету сегодня движения со стороны администрации, что вся эта земля, она через 2-3 года уйдет под лес. Вы тянете, имея хозяйство, которое готово работать. Земли не могут получить собственность. И тормоз является администрацией везде. Почему? Потому что не работаете с землей. Потому что не знаете, что находится в каждом поселении. С утра взяли вдвоем и поехали. По три поселения. Неделю проехали все поселения. И будете знать реальную картину. 115 тысяч гектар площадь сельхозугодия. Обрабатывать у них 60 тысяч гектар. Башни 81. То есть у вас 35 тысяч гектар – это сельхозугодия. Сельхозтоваропроизводителям необходимо создать условия. Работать дальше они будут сами. А значит, будут и новые производства, рабочие места и развитие экономики. Елена Лыщицкая, Сергей Дюков, События Брянск.